В Хангаласском Улусе на выездной семинар-практикум съехались педагоги дополнительного образования детей из 17 районов республики. Обсуждают актуальные проблемы отрасли, рассказывает наш корреспондент. Ушедший 2016-й был годом ярких событий и серьезных изменений в системе дополнительного образования детей в Якутии. После него не наступило затишье. Наоборот, сейчас в республике идет внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Что означает выделение средств на ребенка в рамках выбранной им определенной программы дополнительного образования. Суть этого проекта в том, что дети, их родители становятся реальными заказчиками дополнительного образования. Они смогут в реестре программ выбрать ту программу, которая им нужна. Смогут увидеть, какие результаты будут получены по итогам прохождения той или иной программы. И пойти вместе с сертификатом, в котором имеется определенная сумма денег от бюджета УЛУСа, на эту программу. Об этом и еще об основных тенденциях, происходящих в сфере дополнительного образования детей, о профессиональных стандартах и об аттестации педагогов говорили в теоретической части семинара. Практическая часть состояла из 90 мастер-классов, которые прошли в зданиях спорткомплекса, детской школы искусств и детской художественной школы города Покровск. Вот сейчас мы сидим на мастер-классе, где мы осваиваем азы, лепки из глины. Я вообще в руках не держала глину. Вот сейчас, видите, за пять минут мы сделали такое небольшое произведение. Но мы обучаемся сами, и, конечно, это мы потом обучаем детей. Англасский УЛУС не случайно был выбран в качестве площадки для семинара-практикума. В сфере дополнительного образования детей район занимает одно из лидирующих мест в республике. Это и техническое творчество, например, аэрокосмической инженерии. И мы предлагаем, чтобы, например, Актемский лицей мог бы выступить специализированным центром компетенции Junior's Hills, будущие профессионалы, как площадка для всей республики. Это художественное направление. Англасский УЛУС является зачинателем проектов «Рисуем все», «Музыка для всех». И опыт и музыкальной школы, и художественной школы является передовым для всей республики. Завершился семинар-практикум круглым столом с принятием рекомендаций. Виолетта Засимова, Фёдор Тарасов, НВК Саха, Англасский УЛУС.